МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вступай, пока не поздно. В честь своего 35-летия ЛДПР дала старт всероссийскому приему в партию. Вступить можете и вы. Наступила эпоха кардинальных перемен. Ландшафт всего мира устройства стал видоизменяться. Так президент России Владимир Путин оценил новое состояние принципа взаимодействия государств во время своего выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мировые СМИ разобрали четырехчасовое выступление президента буквально на цитаты. Особое внимание было уделено словам президента России о закате неоколониальной системы Запада, на смену которой приходит многополярное мироустройство. Именно страны нового глобального большинства станут драйвером развития всего мира, отметил глава Комитета по международным делам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Сегодня глобальное большинство в мире уже создано, сказал политик. Сегодня точка невозврата для тех, кто хочет гибели цивилизации, уже пройдена. Идет последняя решающая схватка с нацистской идеологией на Украине. И мы видим, как все больше и больше стран мира решительно осуждают клоунский режим Зеленского, осуждают экс-президента Байдена, который пытался вооружать украинский режим и делал это только с одной целью – задушить Россию. Россия поставила своего рода рекорд по количеству санкций, которые были применены против нашей страны. Президент России с трибуны Валдайского форума задал справедливый вопрос. К чему это привело? К тому, что российская экономика, к тому, что российский народ одерживает в новейшей истории нашей страны и всего русского мира, русской цивилизации убедительную победу. Тот российский подход, который заклеймил еще раз президент России в своем выступлении на Валдайском форуме, который говорит о превосходстве якобы Запада над всей остальной цивилизацией, потерпел сокрушительное поражение. Сегодня страны мира объединяются вокруг идеи и подходов президента России за то, чтобы мир действительно был полифоническим, за то, чтобы голос каждой страны был услышан, и каждая страна самостоятельно определяла свой путь развития. Выступление президента России на Валдайском форуме, эффект от этого выступления во всех без исключения странах мира затмил выборы президента Соединенных Штатов Америки. Посмотрим, что будет дальше. Возродится ли формат Дума-Конгресс, справится ли президент Трамп со своими предвыборными обещаниями, или они снова останутся сотрясением воздуха, как было в ходе его первого президентского срока. Для нас сегодня важны не выборы президента США, для нас важна наша внутренняя консолидация, борьба с теми, кто способен интриговать, борьба с теми, кто способен сегодня вносить ложку дегтя в то сегодня конструктивное сотрудничество, которое действительно налажено среди наших политических партий, среди общественных объединений и консолидирует, как никогда ранее, народ нашей страны. В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и председателя ЛДП Реонида Слуцкого. В ходе диалога парламентарий предоставил главе государства законодательные предложения, сформулированные по итогам проведения президентской кампании, проекта «Честный план», а также всероссийского приема граждан. Как отметил глава ЛДПР, наиболее острая проблема населения сегодня это мигранты, нелегалы и высокие цены в магазинах. Депутаты вашей фракции возглавляют три комитета Государственной Думы, раньше еще комитет по спорту возглавляли, но спортивная тема от вас тоже далеко не ушла, потому что ваш бывший депутат, а потом и губернатор Хабаровского края Дегтярев Михаил Владимирович, он сейчас стал министром по спорту, поэтому практически эта сфера деятельности тоже в значительной степени находится под вашим контролем. Исходя из именно запросов населения, мы сформировали честный план ЛДПР, вот как раз перед вами альбом, где все это подробно расписано. С вашего разрешения такую представлю вам мини-презентацию того, что сделаны за последнее время наши ключевые проекты, итоги выбранной кампании, завершившейся 8 сентября. Ну и, конечно, люди ставят непростые вопросы, в том числе трудовая миграция. Мы выступили с инициативой, которой поддержана и партия парламентского большинства, «Единая Россия», и другими коллегами, запретить неквалифицированным мигрантам привозить их огромные семьи, чтобы не было источника социальной напряженности, очередей в поликлинике, сложного поведения детей-мигрантов в школах и многое другое, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества. Надо больше, с нашей точки зрения, внедрять наукоемких, роботизированных, производств, чтобы не было необходимости в неквалифицированной трудовой миграции. Но кто уже приехал, нужно уважать наши традиции и правила. Когда отработал и уехал, когда они привозят с собой свои огромные семьи, в обществе возникает напряжение. Безусловно, это очень тонкая материя, которую надо отрабатывать с правительством, в первую очередь, и находимся в постоянном диалоге. Другой вопрос, который постоянно звучит от людей, это так называемый закон о частной цене. Люди, особенно старшего поколения, привыкли видеть на упаковке цену за 1 кг, за 1 литр. Ну, а там мелко написано 910 мл и так далее. В масштабах страны есть вопрос, поэтому будем решать. Находимся также с правительством в постоянном диалоге. Ну и многие вопросы успешно решаются. ЛДПР предлагает значительно ужесточить правила аренды жилья для мигрантов. Соответствующий законопроект депутатов фракции во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы. Как следует из пояснительной записки, документ сокращает максимальный срок действия арендного договора с 5 лет до 1 года. Кроме того, хозяин квартиры или дома сможет расторгнуть договор и выселить жильцов, если заграничные гости не вносят оплату за более чем 2 месяца. Мы должны, коллеги, обратить еще раз внимание на тему мигрантов. Как сообщает канал «Царьград», другие СМИ у нас в Свердловской области молодой человек-мигрант ударил ногой в живот девочку. Такие вещи должны быть раз и навсегда прекращены в России. Мы поможем семье, поможем девочке с юридической помощью, конечно, подстрахуем. Но, в принципе, нужно не следствие перехватывать, а не допускать причину. Подобные вещи должны раз и навсегда быть изжиты из нашей практики. Все, что касается неподобающего поведения так называемых трудовых мигрантов, должно безвозвратно уйти в историю. В ЛДПР идут сотни обращений о том, что жителям многоквартирных домов неуютно и некомфортно жить рядом с мигрантами. Шум, драки, мусор. Все это говорит о том, что значительное количество мигрантов, к сожалению, не приняло наше многочисленное воззвание к тому, чтобы уважать нормы и правила традиций и устои нашего общества. К сожалению, происходит наоборот. Ну и, конечно, владельцев таких квартир потом очень сложно найти, которые сдают жилье мигрантам. Все это создает повод для массовых правонарушений. Так что будем с этими вещами разбираться. И пакет законопроектов ЛДПР, поддержанный сейчас представителями других фракций, направлен именно на нормализацию в стране ситуации вокруг трудовых мигрантов. Я уже говорил неоднократно, что мы от фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, новых законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору, ограничат максимальный срок аренды одним годом, никакой субаренды многочисленным родственникам. Более того, наш проект, который говорит о запрете мигрантам ввозить в Россию свои огромные семьи, уверен, что в ближайшее время будет поддержан. В Калуге состоялось выездное заседание фракции ЛДПР в Госдуме. Одним из главных вопросов обсуждения стала проблема подготовки кадров. Сегодня, по оценкам экспертов, дефицит рабочих рук составляет до 1 миллиона человек. Проблема их дефицита оказывает большое влияние на экономику страны. Подробнее об этом рассказал председатель ЛДПР Леонид Сулский. Еще об одной проблеме, которую мы будем решать в нынешнюю пятницу, когда будем в Калуге на выездном заседании фракции ЛДПР обсуждать с участием федеральных министров, с участием высоких экспертов, с участием региональных элит и наших представителей фракции ЛДПР в региональных законодательных собраниях по региональной экономике и ее кадровому обеспечению. Сегодня физику сдавало всего 13% выпускников и всего 800 из них получило достойный балл. Нам необходимо поддерживать техническое образование, поддерживать российских инженеров, ученых, естественно, научников, которые всегда были гордостью России. Естественно, науки не менее важны, чем гуманитарные, и сегодня наметился явный крен, в том числе отмечаю это как президент факультета мировой политики Московского университета. Сегодня необходимо отменить платное техническое образование. Сегодня рабочие специальности на всех уровнях снова должны стать престижными. Мы должны сделать решительный шаг к возрождению российского станкостроения. Сегодня работать на заводах непрестижно. Сегодня, по данным Центрального банка, мы встречались вчера с командой Центрального банка, конечно, это удручающие цифры. Кадровая нехватка в наукоемких отраслях промышленности, в том числе в сфере IT-технологий, очень велика. 75% промышленных предприятий сегодня испытывают кадровый дефицит как на уровне инженерно-технических работников, так и на уровне рабочих профессий. Сегодня нам надо эту ситуацию переломить. Об этом будем говорить на выездном заседании в Калуге. Нужно принимать меры на законодательном уровне, в том числе, к тому, чтобы рабочие профессии, к тому, чтобы инженерно-технические профессии, в том, чтобы естественные науки и в том числе прикладные стали снова престижными. Для этого будем работать. И это сегодня действительно важнейший вопрос, который также нас всех должен консолидировать. ЛДПР предлагает аннулировать иностранные международные водительские права мигранта в случае нарушениями правил дорожного движения. Соответствующий законопроект депутаты фракции внесли на рассмотрение Госдумы. Как отмечают парламентарии, в настоящее время иностранцы в течение одного года с момента получения вида на жительство или гражданство России могут продолжать использовать водительские права, полученные у себя на родине. По статистике, за 2023 год количество ДТП с участием водителей с иностранными правами выросло более чем на 6,5%, а пострадавших в таких авариях стало больше на 8%. Фракция ЛДПР продолжает активную свою работу по ужесточению миграционного законодательства. Сегодня мы вносим очередной законопроект фракции, который призван сделать более ответственным поведение мигрантов за рулем автомобилей. Сейчас мы выяснили, по статистике увеличилось на 6,5% количество правонарушений мигрантов за рулем. Соответственно, и аварий. Поэтому мы считаем, что необходимо этот вопрос решать. Что мы предлагаем? Сейчас люди, которые, ну иностранцы, которые получили вид на жительство в нашей стране, либо получили гражданство, имеют отсрочку сроком на один год в получении водительских прав российского образца. И они ездят, соответственно, по иностранным водительским удостоверениям. Вот если в случае, если мигрант, соответственно, нарушил правила дорожного движения, неважно, что он сделал, проехал на красный свет светофора, проехал через, не пропустил пешехода на пешеходном переходе, неважно, какое правонарушение, мы предлагаем эту отсрочку, соответственно, нивелировать, убрать. И сразу, чтобы такое лицо приходило в ГИБДД и сдавало соответствующий экзамен на водительское удостоверение российского образца. Мы считаем, что в этом случае мигранты будут более ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, в случае, если они будут за рулем автомобиля. Гуманитарную помощь жителям новых территорий и бойцам СВО продолжают оказывать региональное отделение ЛДПР по всей России. Товары первой необходимости, продукты питания, одежды и спецоборудования, сотни тонн груза отправляются в точки назначения, начиная с 2014 года. Очередной гуманитарный караван был доставлен в Артемовск и Мариуполь из центрального аппарата партии. Немножко дроном шлепло у нас по дороге. Редкие кадры сделаны сразу после атаки в пиве дрона машина активистов партии ЛДПР, которые везли гуманитарную помощь для военных в Донбасс. Отбились, отбились. Зачетная штука. С такими миссиями в зону проведения специальной военной операции партийцы ездят с первых дней начала СВО на Украине. По разбитым военными действиями дорогам в полной темноте под неусыпным присмотром вражеских дронов-разведчиков. Красная лампа на дрон-анализаторе сообщает, что где-то рядом в воздухе опасность. Приходится останавливаться. Снайпер тут же засекает цель. Это украинский разведывательно-боевой беспилотник, который может скидывать тяжелые боеприпасы. Но пара выстрелов. И можно ехать дальше. Ближе к рассвету удается доехать до расположения российских бойцов в районе освобожденного Артемовска. Они здесь ждут мотоциклы, стационарные и автомобильные радиостанции, специальные антенны и источники питания, тепловизоры, детекторы дронов, дизельные пушки, генераторы, колючую проволоку, компрессоры, а также комплекты оборудования, спутниковой связи. Все то, что сейчас необходимо для российских солдат, чтобы защитить свою родину и сделать победу еще ближе. К нам подошла гуманитарная помощь. Задача доставить в целости и сохранности оборудование к нашим ребятам, которые находятся сейчас на позиции. Отдых нашим военным только снится. Если нет боевых задач, то командиры отправляют солдат учиться управлять дронами в реальных условиях. Пехота противника, Авдеевка, частный сектор, второй год стоит. Или оттачивать штурмовые навыки на импровизированном полигоне. Подразделения нет случайных людей. Все добровольцы такие же, как и разведчик с позывным «Савита». Это в зоне СВО он оказался в январе прошлого года. И это уже вторая боевая командировка. У меня всегда был интерес к технике. То есть это автомобили. Потом это переросло в коптеры. И как бы поэтому разведчик. Ведение воздушной разведки. Выявление противника. Его уничтожение. Для разведчика прислана гуманитарка в прямом смысле спасения жизни. Ведь благодаря дронам бойцы видят все планы противника. И это сохраняет жизни солдат, идущих каждый день штурмовать позиции врага. Тем более, что рядом всегда поддержат боевые товарищи. Если ты принял решение идти в зону проведения специальной военной операции, то иди до конца. Ничего не бойся. Здесь ему научат. Здесь все покажут. Здесь есть боевые товарищи, прошедшие уже не одну войну. И у нас подразделение не есть. Мы постоянно учимся у друг друга, совершенствуемся. Установка напряженная. Но личный состав морально готов. И выполняет задачу в прежнем темпе. И стремится к победе. Техническая составляющая очень сильно помогает. В отправке гуманитарного груза, который заказывали военные, приняли участие руководители штаба ЛДПР для прифронтовых населенных пунктов в Москве Никита Березин, активисты партии, а также член Центральной избирательной комиссии России Александр Курдюмов. Технику предоставили байкеры из движения «Сокол» и другие партнеры, увлеченные мотоциклами. За что солдаты российской армии искренне благодарны. Ведь все это приближает нашу общую победу. В декабре текущего года исполнится 35 лет ЛДПР, старейшей партии России. В честь этого события депутаты фракции во главе с председателем Леонидом Слуцким дали официальный старт всероссийскому приему в партию. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте вступи.лдпр.ру, который вы сейчас видите прямо на ваших экранах. Мы в преддверии 35-летия ЛДПР объявили прием в партию лдпр.вступи.ру, тот сайт, куда поступают заявления от желающих вступить в партию. У нас жесткие заданные Жириновским кадровые критерии, но уверен, это будет знаковый прием в партию в преддверии нашего славного юбилея. Мы приглашаем всех к сотрудничеству по всем вопросам, как внутренней, так и внешней политики в ее парламентской плоскости. В преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта о федеральном бюджете России депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким провели рабочую встречу с председателем Центробанка Эльвирой Набиулиной. Дискуссии подвергся ряд положений доклада регулятора о кредитно-денежной политике на ближайшие три года. Особое внимание парламентария уделили обсуждению причины повышения ключевой ставки до 21%. Позиция наша известна в связи с теми вопросами, которые нам задают избиратели. Конечно, у нас будет откровенный и в чем-то непростой разговор, но тем не менее суммарная позиция в поддержку Банка России вам известна. Мы будем занимать ее последовательно дальше. Но для себя хотим прояснить некоторые вопросы, которые сегодня зададут коллеги. Я задавать вопрос не буду, учитывая, что мы имеем возможность практически ежедневно общаться. Елена Сахимзадна, добро пожаловать и вам слово. Хочу сказать, что мы очень ценим диалог с вами, и вашу ответственную позицию, и готовность к содержательному диалогу. И особенно важно то внимание, которое вы уделяете традиционно развитию новых технологий, новых инструментов. Здесь мы тесно работаем с Андреем Константиновичем, с многими коллегами. И мы получили ваши вопросы к встрече, их довольно много. Мы и письменно ответили. Но перед тем, как ответить на вопросы, которые прозвучат, я несколько слов скажу, собственно, о предмете нашей встречи, о денежно-кредитной политике, о логике наших решений и о наших ожиданиях от ближайшего будущего. И начну с вопроса, который многих волнует. Почему ключевая ставка настолько выше инфляции? 21% при годовой инфляции в районе 8,5%. Но ответ здесь достаточно простой. У нас высокая инфляция, потому что спрос опережает собственные возможности по наращиванию производства, а импорт ограничен нашими экспортными возможностями, которые вследствие санкций тоже не увеличиваются. И чтобы снизить инфляцию, надо замедлить рост спроса. Надо увеличить привлекательность сбережений и снизить привлекательность кредита. Но вот эта привлекательность сбережений, она зависит не столько от уровня инфляции, который Росстат считает, она зависит от инфляционных ожиданий. Чтобы люди больше сберегали, нужно, чтобы ставки были выше, чем их инфляционные ожидания. И та проблема, с которой мы имеем дело, это то, что так как у нас инфляция уже в течение нескольких лет выше целевой, выше 4%, достаточно высокая, были всплески роста цен, у нас высокие инфляционные ожидания. Сейчас уже выше 13%. И поэтому с такими ожиданиями люди вряд ли понесут деньги в банки, даже 10%, вроде выше 8% инфляции, которая есть, но их инфляционные ожидания высокие. И это определяет то, что должны быть более высокие ключевые ставки, чтобы были более привлекательными сбережениями. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет Центробанку России с 1 апреля 2025 года применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов. Это такие инструменты, которые влияют на структуру необеспеченного потребительского кредитования, ограничивая долю рискованных кредитов в общем объеме выдач. Со своей стороны депутат ЛДПР призывает увеличить лимиты Центробанка в части льготных программ по семейной ипотеке. В третьем чтении будут приняты поправки в закон о Центральном банке. Это все делается для того, чтобы снизить риски, прежде всего для наших граждан. И это делается для того, чтобы снизить или не допустить закредитованность. В свете всего происходящего, в свете баснословного роста ключевой ставки все это приобретает дополнительную актуальность. И в связи с тем, что у нас в регионах особенно сегодня есть потребность у молодых семей в получении все-таки льготной ипотеки, семейной ипотеки, но мы видим, что лимитов недостаточно, мы, депутаты фракции ЛДПР, обращаемся в адрес правительства, чтобы пересмотрели и увеличили те самые лимиты, чтобы граждане, которые нуждаются в этом, могли получать. Это поддержка семей, это возможность вылезти нам, наконец, из демографической ямы, в которой мы находимся, и находимся продолжительное время. В связи с тем, что достаточно были гибкие, очень такие расплывчатые требования к получателям семейной ипотеки, многие начали злоупотреблять. Центральный банк на встрече с нами говорил о том, что они ранее выступали и прогнозировали негативные последствия. И вот мы те самые негативные последствия в виде пузыря получили. Поэтому лимиты надо увеличить. Нуждающиеся семьи должны получать семейную ипотеку. Ну а, конечно, закредитованность нельзя допускать, и риски нужно снижать. Далее, вопрос, связанный со страхованием вкладов. Сегодня 1,4 млн. В свете всех последних событий мы предлагаем, и соответствующий проект закону подготовлен, увеличить до 3 млн. Ранее наши инициативы не поддерживались, но говорили о том, что надо сумму 1,4 млн пересмотреть в сторону увеличений. Вот настало то самое время, на наш взгляд, когда надо ее пересмотреть. Очередной законопроект, направленный на защиту прав потребителей и пользователей смартфонов, обсуждать в стенах Государственной Думы. Как следует из пояснительной записки, документ вводит обязанность для компаний, поставляющих электронные девайсы, устанавливать российские магазины приложений. Как известно, некоторые западные разработчики программ намеренно ограничили к ним доступ пользователей из России. Закон, который предложен группой депутатов, в том числе и депутатами нашей фракции. Закон очень важный для наших граждан. Речь идет о защите прав потребителей. Сегодня, к сожалению, в случае российских каких-либо разработок, каких-либо программных обеспечений, российские граждане не имеют доступа к ним. В связи с тем, что ряд западных компаний, поставляющие различные электронные устройства на территорию Российской Федерации, ограничивают доступ к этим приложениям. Поэтому мы этим законопроектом обязываем электронные устройства, компании, поставляющие электронные устройства, планшеты и телефоны, устанавливать российские магазины приложений. Мы, кстати, и в этом же законопроекте даем определение, что такое магазин приложений. Что это за устройство, что это за компания, это будет определяться правительством Российской Федерации. А в случае ограничения использования такого рода услуг со стороны российских разработчиков программных обеспечений, у правительства будет возможность оказывать влияние на такого рода компании. Госдума во втором чтении поддержала законопроект, устанавливающий новый порядок классификации туристических объектов. Авторы документа предлагают создать единый реестр объектов классификации в сфере туристической деятельности, куда войдут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Как известно, в настоящий момент регулированию подлежат только услуги, оказываемые гостиницами. При этом глэмпинги, кемпинги и модульные отели также присутствуют на рынке, хотя находятся вне правового поля. Будет рассматриваться закон, регулирующий туристическую деятельность. Мы были соавторами в первом чтении. И я хочу отметить большую, существенную работу и комитета, и правительства над поправками ко второму чтению. Нам удалось отстоять интересы не только крупного бизнеса в туристической сфере, но и малого и среднего в регионах. Об этом нас просили наши региональные депутаты. Мы сумели уравнять в ответственности как традиционные туристические компании, так и так называемые классифайды, доски электронных объявлений. Сделали это, исходя из обращений наших граждан на всероссийском приеме избирателей, которые опасаются обращаться за услугами в неподтвержденных местах. Сегодняшние поправки позволят навести в этом порядок и защитить интересы в первую очередь людей, которые отправляются в поездки в рамках внутреннего туризма. Мы рассчитываем, что Дума не будет торопиться с принятием в третьем чтении, поскольку есть необходимость доработать ряд понятий, связанных с современными информационными технологиями. Но так или иначе, эта работа будет сделана в интересах наших граждан. Продолжение следует...